Исторические реконструкции, танцы, фехтования, ролевые игры и даже изготовление снаряжения. Молодежное объединение «Армир» открыли еще в 2002 году. Большинство мальчишек на Дне открытых дверей сначала посетили именно эту секцию. Педагога слушали внимательно, задавали вопросы и, разумеется, не упустили возможности подержать в руках доспехи и оружие. Это хобби для большинства людей. Это увлекательное занятие, что касается танцев и исторического фехтования. Этим просто интересно заниматься. Интересно потом все эти самые навыки применять на турнирах, маневрах, на ролевых играх, на различных фестивалях. В общем, современное, интересное хобби. Пока мальчишки рассматривали мечи и шпаги, девчонки заглянули в секцию собаководства. Их внимание привлек питомец, который, возможно, тоже станет частью объединения. Малыша зовут Рамштайн. А в секции силового троеборья работа вовсю кипит. Сюда берут ребят старше 11 лет. Помимо занятий пауэрлифтингом, педагоги помогают укрепить мышечный корсет и скорректировать фигуру. Мне помогали педагоги, объясняли, какие упражнения для чего надо делать, как бы теорию рассказывали. Мне здесь нравилось. Я нашел здесь друзей новых, научился подтягиваться. Даже участвовал во многих соревнованиях по жиму штанги лежа, потом по приседаниям. Получил первый юношеский разряд. Еще одно объединение, в котором ребятам понадобится хорошая физическая форма – секция настольного тенниса. Это очень полезный спорт. Он развивает зрение, реакцию и даже закаляет характер. Принимают в секцию юных саровчан с шести лет. А участники военно-исторического клуба «Победители» встречают гостей по уставу в военной форме. В основном мы здесь занимаемся просветительской деятельностью молодежи. Мы прививаем им патриотизм, мы занимаемся их патриотическим воспитанием. И мы делаем это для того, чтобы молодежь понимала, что сколько бы солдатиков не было, как бы это не было хорошо для коллекции и войны – это плохо. Войн быть не должно. Воспитанники клуба также принимают активное участие в городских мероприятиях. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.